Это программа ДВР. Да, вновь мы не на диване, бюджет у нас урезали. Но в гостях у нас за весь этот бюджет Лера. Лера! Меня зовут Лера, мне 24 года, и я по профессии няня, воспитатель в детском саду. А по служению? А по что? Служению. Служу я в церкви, в прославлении, и служу я там давно, лет, наверное, 7-8 уже. Вау. Считаю это своим призванием тоже. И что еще рассказать? Здорово, мне все нравится. Продолжай в том же духе. Рассказать могу, как я пришла в церковь. Давай, давай. Я вообще... Да, да. Хорошо. Я родилась уже в христианской семье. А, то есть ты ДВР, да? Да, тоже ДВР, но росла я без отца. Почему? То есть моя мама покаялась. На тот момент, когда моя мама покаялась, мой отец был алкоголиком. И до 5-6 лет, я его практически не знала, то есть он где-то пропадал, а моя мама ходила в церковь, и, соответственно, я тоже ходила вместе с ней. И потом лет, там, мне было 7-8, он попал в тюрьму. И я его не видела лет 6, возможно. То есть потом, когда он вышел из тюрьмы, я даже его просто не могла вспомнить. То есть я знала, что это мой отец, но я не помню, никаких почти воспоминаний у меня не было связанных с ним. И там через несколько лет он вообще скончался. То есть я его практически не знала, не видела всю свою жизнь, и воспитывала меня мама. И вот когда она покаялась, потеряла, и всю свою жизнь я была воспитана только мамой. То есть я не знала мужской любви, то есть любви отца. И когда мне было лет 12, мы перешли из той церкви, в которую мы ходили, перешли в посольство Иисуса. И для меня было честно просто, когда я видела вот это прославление, где все хлопают и танцуют, я просто подумала, что за бред. Я сидела вот так просто на стуле, смотрела, думала, какой ужас, что это церковь такая. И потом прошло время, я прикрепилась к Ульяне Рынычу, мы с ней подружились. Я стала к ней ходить на группу, и вот так началось мое общение с христианской молодежью. Я просто узнала дружбу другую, и в скором времени... Какую другую? Почему? Ну, как сказать? Скажи, как есть. Ну, просто когда я была маленькая, ну, я сравниваю это просто с детством и с подростковым возрастом. То есть там не было такой дружбы, просто все ходили в церковь, я не знала, по сути, ну, там, Бога. Просто делала как монотонно, вся эта моя жизнь была как, ну, так, как рутина. То есть я ходила, и все, но я не знала Бога лично. Когда я пришла в посольство Иисуса, познакомилась с Богом, для меня открылась все по-новому, дружба, любовь, любовь отца, и в общем... Это очень сильно. Расскажи о том, как ты перешла покаяние, или этот момент единения с Богом был, или у тебя это вообще? Да. Я была на первом энкаунтере в нашей церкви, и я помню те ощущения, которые я пережила просто на уровне эмоций. То есть кровь Христа, как Иисус был распят на кресте, вот все эти аспекты, я пережила все это через эмоции, и я просто прорыдала весь энкаунтер. Меня, конечно, касалось и слова, и молитвы, я получила исцеление, потому что для меня это было реально вот просто прям таким ярким событием. Я с подросткового возраста страдала больно в животе. То есть я часто у меня болела, там, в больнице ездила, и это не проходило. А в честь чего? Чего? Болезнь какая-то? Ну, да просто гастрит обычно. Вот, ну, вот, вроде такая ерунда, а, ну, меня это мучило. То есть несколько лет, и придя в церковь, когда я попала на энкаунтер, за меня молились, и я действительно получила исцеление. То есть я просто, у меня он перестал болеть. Да, конечно, там было периодами, ну, приходили боли, но я просто стояла на слове, верила, что Господь, кровь Существа Христа, меня исцелил Он, и все. И то есть до сих пор у меня, ну, бывает так, ну, я исцелена, я просто верю в это. Вот. Вау. Класс. И тогда на этом первом энкаунтере я пережила его своими эмоциями, чувствами. И на втором уже я пережила это осознанно, то есть встречу с Иисусом. То есть я поняла, осознала просто все, что Господь, Он всегда был рядом на протяжении всей моей жизни. Он меня любит как просто самую драгоценную дочь, потому что тем более, когда у тебя нет отца, ты растешь только с мамой, ты растешь только с мамой, и это просто такой дефицит. И когда я просто на энкаунтере пережила его любовь, я просто, ну... Что это? Ну, как бы опиши нашим зрителям, которые, возможно, никогда этого не переживали, что это за момент, если ты можешь это описать? Именно момент или процесс потом, который после? Вообще, да, процесс. Что такое Божья любовь для тебя? Для меня Божья любовь, в первую очередь, это отцовская, поскольку у меня не было отца. Для меня отец – это прям прообраз папы. То есть после того энкаунтера я не сомневалась в том, что Господь меня любит, в том, что Господь всегда меня защищает, оберегает во всех моих ситуациях все, что бы ни происходило в моей жизни. И вот какой-то любой момент, не знаю, проблемы, что-то там происходило у меня, я просто папочку, Господи, помоги мне там, или хвалила Господь, спасибо тебе за то, что ты там сделал то, за то, что у меня такие ситуации приходят в моей жизни. Я после, по прошествии какого-то времени, я понимала, что Господь мне тут помог, папа мне здесь так-то сделал. Я понимала, что это Бог, что это мой отец, и просто вот, ну, это на уровне духа, души, не знаю, я это ощущаю вот так. То есть не было там голоса какого-то с небес, что дочь моя, там, я отлюблю тебя. Это было все на уровне вот духа. Как у тебя складывались отношения в школе? Вот, ты позиционировала себя верующая, или ты стеснялась, может быть, что это было? На самом деле плохо, потому что, ощущала себя плохо, потому что в школе знали, что я верующая. Я было дело, приглашала девочек в церковь, ну, говорила какие-то такие короткие фразы, там, что я вот хожу в церковь, приходи на молодежку, у нас там слово, Библию читаем, молимся. И, ну, меня вообще очень недолюбливали в классе просто, меня постоянно, ну, там, издевались. Ну, не грубо, конечно, знаешь, там, ты чмо, там, ты, там, уродка. Нет, просто говорили, что ты какая-то странная, там, ты какая-то, может, я не такая красивая, там, была по сравнению с другими людьми, или еще что-то, там, какая-то умная и так далее. И меня сравнивали с такой, ну, типа, там, ну, кто-то там. То есть не воспринимали меня. Это было связано с верой или больше ты за это? Не-не-не, с верой, конечно же, нигде. Потому что просто, не знаю, все называли меня сектанткой. Сектанткой. Да, конечно же. Ну, да. Всегда лишь так хожу в секту. Ты сама так чувствовала? Что? Ну, как бы это тебе привело реально чувство, там, осуждения, или ты такая, да, офигенно все. Как, как, ну, ты чувствовала себя из-за этого некомфортно, да? Мне было обидно, да, что то, чем я живу, то, что я так сильно люблю, так и оскорбляли. Потому что я понимала на тот момент значение слова секта. И когда я понимала, что мой бог живой, а они сравнивают, там, с какими-то, ну, людьми, которые, там, просто вот так вот кувыркаются, валяются, не знаю, чем занимаются, сравнивали моего бога вот с этим. Ну, тогда я просто была молодая и воспринимала все это в штыки, и, конечно, меня это обижало. Сейчас я спокойно отношусь к таким вещам, то есть я знаю, кто я, и знаю, кто мой бог, и, ну, я просто спокойно отношусь. Тогда мне было очень обидно, да. Как ты предпочитаешь молиться за еду? За еду? Да. До еды или после? А, ну, в основном до. А как ты можешь со сама молитву? Я ее благословляю, благодарю за пищу, благословляю тех, кто рядом со мной. Какие фильмы ты любишь? Фильмы? Вообще я люблю мелодрамы, комедии, фэнтези, много чего, на самом деле. А какую музыку ты слушаешь? Я слушаю мирскую и христианскую, потому что мало христианской музыки по моему вкусу есть, вот. Поэтому я слушаю мирскую, я не считаю это каким-то грехом. Просто я для себя разделяю, что, ну, я понимаю, что исполнитель вкладывает нехороший смысл, а я это понимаю и, ну, не принимаю его в свою жизнь. То есть я там не заслушиваю каждый день вот так просто, как ненормально, там, фэйсы или еще кого-нибудь. Ну, вот так ты их слушаешь, да? Да, конечно. У тебя в Библии есть любимый персонаж? Я думаю, что это ей сферь. Интересно, почему? Потому что мне очень нравится ее позиция, нравится ее посвящение. И преданность. Я раньше, когда ходила к одному лидеру, я всегда прям хотела быть похожей вот на эсферь. Ну, и сейчас, конечно, хочу. Просто вспомнила. Я люблю эсферь тоже. Да. Да, у тебя же знаете. Да. Предыдущий наш гость задал тебе вот такой вопрос. Поклянись перед Господом, говорит. Что отвечаешь сразу же, честно. Говорит. Говорит, какой самый главный грех не позволяет полностью посвятить себя Богу? Ух, сложно. Мне кажется, что это зависть. Зависть к кому? К тем, кто успешнее меня, к тем, кто круче, продвинутей. И тот, кто, не знаю, добился чего-то большего в свои года, чем я. Ну, я имею в виду в церкви. То есть не за пределами. Есть конкретные люди какие-то? Ну, есть у нас такие в церкви люди, да, которым... Ну, я, конечно, на данный момент не вот уж прям так завидую, что там... Просто... По-хорошему, да? Ну, нет хорошей зависти. А, да? Зависть – это грех. Поэтому, ну, есть, да, в церкви люди, которые более успешные. Я смотрю на них, конечно, иногда завидую, но я понимаю, что это неправильно. Что я должна смотреть только на себя и на Бога. То есть... Ну, ты двигаешься по своему пути, да? И самое главное – это какая ты была и какой ты становишься. Да, аминь, вот это. Вот. Ты молочинка, что это понимаешь? А сколько раз ты прочитал Библию? От корки до корки? Да. Честно, ни разу. Ни разу? Нет. А как ты все отрывочками читала? Хочешь? Ну... Ну, да. Почему нет? У тебя есть любимая глава, может быть, или любимое место? Ну, наверное, это будет банально, но притчи... Тридцатая глава. Хорошо. Сейчас все голову с удовольствием увидим. У тебя был момент отступления? Да. Расскажу кратко. У меня были отношения в церкви, ну, такие обычные. Просто встречалась, и дело дошло до помолвки, но в какой-то момент я просто поняла, точнее, Господь меня просто направил, показал, что это не мой человек, и мы расстались. И когда после этого расставания, то есть у меня немножко с крыши снесло, и я просто познакомилась с мирским парнем, я стала с ним гулять, общаться, там, ну... Шуры-муры. Шуры-муры, да. И, ну, пропускала пару раз собрания. Я прям помню, как я уходила гулять, понимала, что там сейчас собрание проходит, прославление, моя там команда, допустим, служит, а я здесь. Как-то у меня такая пустота просто на тот момент была, и я думаю, а ладно. И вот единственный раз, когда я просто прям реально отошла от Бога ненадолго, но слава Богу, что Господь был со мной, и я просто сразу, буквально через месяц я уже была в церкви, я уже была на домашней группе, и все было хорошо. Круто. Вера, что ты поделилась? Читаешь Библию? Да. Часто? Нет. Отлично. Курочка и подел. Я надеюсь, что мы, ну, как бы ты готова, мы сейчас проверим, насколько хорошо ты знаешь Библию. Готова? Да, я готова. Рубрика «Знание Библии». Дочь Лота родила сыновей. Один из них является Бен Ами, предводитель Аманитян. Кто был второй сын? Хити. Финики. Ге, Филиста или Муав. Боюсь предположить, но, может быть, это последний вариант? Да. Последний. Какая королева пыталась убить Илью? Кэндис, Иезавель, царица Севская или Эстер? Кэндис, уважаю. Так, еще раз можно? Кэндис, царица Севская, Эстер или Иезавель? Второй? Кэндис? Нет, это был первый. Царица Севская? Иезавель. Ну, это было близко. Почему Бог разрушил Содом и Гаморру? Граждане были плохими рыбаками, граждане были злыми, граждане были хорошими или граждане были ленивыми? Напомни, второй. Граждане были злыми. Второй? Ну да. Я тобой горжусь. Тобой гордится Бог. Кто для тебя Бог? Папа. Отец. А еще? Друг. Утешитель. Я даже не знаю, но папа, мне кажется, это все описывает. Это здорово. Все личности. Что у тебя такое глубокое понимание его? Какой бы совет ты дала? Нет, прежде чем я это спрошу. Твои дети. Как ты собираешься их воспитывать? Это очень-очень сложный для меня вопрос, поскольку я над ним еще не так усердно думала. Над ними, над детьми? Над этим вопросом. Как воспитывать детей? Ну, в первую очередь, я, конечно, хочу воспитывать детей своим примером. Примером моего мужа. И поэтому нам нужно воспитать сначала себя, чтобы потом, когда у нас появились дети, они видели, ну, чтобы не наигранно все это было, давай, ходи в церковь, потому что там надо, а сам там, а, не пойду, ладно. Вот, ну, в любви, конечно же. В смирении, потому что смирению пригодится очень много. Как прививать, как ты думаешь, ребенку в смирение? Нет, я буду воспитывать его в смирении. А, то есть смиряться перед ним, да? Ну, не вот уж, ой, ой. Не вот уж прям смиряться перед ним, просто, ну, не раздражаться, не излиться, там, не бить, ни в коем случае. Не будешь бить ребенка? Я хочу не бить, потому что знаю, насколько... А Давид? Давид? Мне кажется, тоже не будет бить. Нет, он спокойный, он вообще ласковый, нежный, это я более такая... Я как раз таки могу, но просто я должна себя смирять в этом плане и сдерживать обязательно, потому что с тебя бить нельзя. Вообще никого не бить. Почему? Ну, потому что это психологическая травма, просто у детей потом останется. Мы будем заканчивать программу и благодарить Леру за то, что детей своих она не будет бить. Лер, спасибо тебе. Спасибо тебе за искренность и откровенность. Я думаю, что у нас получилась хорошая программа. Но судить не мне, а Господу. Думали, скажу вам. Нет. Я вас люблю. Правда люблю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова